Два разных портрета одного человека. Строгий и сдержанный в работе, открытый и добрый в жизни. Таким запомнили главного российского спасателя. Ни одного лишнего слова. Очень выдержанный человек. Конечно, потрясающе. Он очень неравнодушный был в чужой беде. При этом очень скромный. Он никогда... Он старался всегда быть в тени, находясь в гуще людей. Он не любил публичности. Он честно делал свою работу. И ушел из жизни как настоящий спасатель, как настоящий герой. В Центре управления кризисными ситуациями МЧС Зиничев проработал три года. Сюда, проститься с товарищем, приехал Владимир Путин. Накануне президент присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно. Это последние кадры с Евгением Зиничевым. В начале недели министр прилетел в Красноярский край на учение спасателей. А после руководство МЧС отправилось в Путаранский заповедник. Памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. Необитаемая земля, где в любой момент можно встретить росомах, медведей или попасть в снежную западню без связи с внешним миром. Красивое и в то же время опасное место. Он ни на секунду не задумался, когда увидел человека, падающего с высокой скалы и прыгнул за ним в воду. Поступил не как министр, а как спасатель. Совершив героический поступок. Он так жил всю жизнь. Человеком, упавшим со скалы, был кинорежиссер Александр Мельник. В Норильск он прилетел выбирать натуру для новой ленты о развитии Арктики и Северного морского пути. В Заполярье он уже снял две картины «Новая земля» и «Территория». О рисках и безопасности знал всё. По первой профессии он гидролог. Человек, который работал на льду. Человек, который работал на скалах. Мы шесть смен снимали на краю пропасти. Сам останавливал какие-то процессы, потому что, ребята, это опасно, уходим отсюда. Это удивительно. Это очень странно. У меня не укладывается в угла. Я до сих пор не верю в это. Евгений Николаевич до конца исполнил свой долг. Само ведомство создавалось и существует для того, чтобы помогать людям, спасать их. Прошу минуты молчания. Почтить память всех ушедших наших граждан. Владимир Путин назвал смерть министра невосполнимой личной утратой. Евгений Зинчев тоже из Петербурга. Служил на новой земле матросом. С 87-го в спецслужбах. В созданной в 90-х федеральной службе охраны отвечал за безопасность президента. Адъютант – первый из ближайших помощников, кого глава государства видит утром. И кто сообщает ему последние новости. Совершенно очевидно. Нужно и курортную зону развивать. Ну и совершенно очевидно общественное мнение слышать. Известность Евгений Зинчев получил в 2016 году вместе с должностью губернатора Калининградской области. При всей мощности его духа, действительно он мощный духом, и внутреннем стремлении постоянно активно действовать. Постоянно работать, куда-то бежать, что-то делать. При этом всё это сочеталось с его сосредоточенностью, спокойствием, неравнодушием ко всему. И в то же время он был крайне неблагословен. Все помнят эту пресс-конференцию, которая длилась не больше минуты. К вниманию прессы Зинчев так и не привык. Спустя 70 дней попросил президента перевести его на другую работу. В форме спасателя, после костюма и галстука, ему было явно комфортнее. И безусловно, профилактические мероприятия потребуют значительных финансовых средств. Но, как все понимают, человеческая жизнь, человеческое здоровье дороже всего. Любимая фраза. МЧС должно работать, как дизель в Заполярье. Чётко, надёжно, бесперебойно. Сами спасатели называли Зинчева настоящим командиром. Он выезжал на все крупные катастрофы. Евгения Николаевича Зинчева мы встретили на ликвидации последствий наводнения в Тулуне в 2019 году. Он просто подошёл, пожал руку. Уважение и гордость. Вот что мы тогда почувствовали. Из рук министра я получил медаль за отвагу. Тогда он по-отцовски дал напутствие, что награда серьёзная, носи её достойно. Не прошло и двух недель, как я увидел его в работе. Мы уже при трагических событиях в городе Магнитогорске 31 декабря 2018 года. В день прощания по всей стране звучали пожарные сирены. А в главное управление МЧС пришло больше тысячи писем с соболезнованиями. Он меня поразил очень большой человечностью. Абсолютно нету никакого пафоса, никакой заносчивости. Евгений Зинчев из тех, кто вечно пропадал на работе. В августе не отметил собственный юбилей. Обещал собрать всю родню и друзей осенью. Не успел. Я ему звонил, поздравлял его с днём рождения. Он не шутил, что он у нас круглый отличник, две пятёрки. Хорошее чувство юмора было. После совещаний каких-либо выходили вместе, перекуривали. Нам даже кое-кто ещё замечание, шутку делал. Он был очень добрый. Он очень добрый. На земле тепуха, Евгений Николаевич. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ